Здравствуйте! На РТВ программа Актуальная тема. Меня зовут Булат Судин Ишиев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать. У нас есть что спросить. В Улан-Удэ прибыли большие гости с проектом «Момология от А до Я». А именно, Марина Львовна Травина, доцент, кандидат медицинских наук, врач-момолог, гинеколог, онколог, рентгенолог. Вот сегодня об этом проекте мы как раз подробно и поговорим. Здравствуйте, Марина Львовна. Здравствуй, Булат. Итак, подробнее о вашем проекте, о вашем визите. Давайте начнем с традиционных вопросов. Ну, все очень банально, наверное. То есть, с удовольствием, вернее как, в течение жизни наработан определенный опыт, работа с молочной железой, да, с учетом того, что в России нет специальности «Момолог», то мой опыт, когда я включаю в себя всю раннюю диагностику в виде рентгена, ультразвука, пункта, цитологии плюс лечения, он помогает комплексно посмотреть на молочную железу и действительно подсказать, какие есть моменты, когда все вот эти вот отдельные этапы диагностики разрознены, да. Мы теряем на этом раннюю диагностику. Поэтому на своих мастер-классах делюсь опытом, приглашаем всех врачей, акушер-гинекологов, которые сейчас должны отвечать за молочную железу наших женщин, рентгенологов, онкологов, ультразвуковой диагностики врачей для того, чтобы они, может быть, что-то новое смогли взять из моего опыта, да, и применить в работе, что поможет диагностике и выявлению, и лечению патологии в молочной железе. — Насколько важна ранняя диагностика вот рака молочной железы? — А тебе как, рублем бить или как бы человеческими жизнями? Потому что, ну, и то, и то отвечу, договорились. — Хорошо, давайте... — То есть у нас с вами первая-вторая стадия рака молочной железы для государства лечения этого пациента обходится приблизительно в 150 тысяч рублей. Третья-четвертая стадия обходится в 2 миллиона рублей. И мы не гарантируем пятилетнюю выживаемость. Спрашивается, какую стадию мы хотим. Конечно, раннюю, да. То есть когда это не будет влиять на продолжительность жизни наших женщин. Поэтому, естественно, нам необходимо, чтобы и врачи, и женщины вовремя обращались, врачи научились обращать внимание на самые первые какие-то изменения в молочной железе, не дожидаясь, когда эта опухоль уже будет выявлена или женщиной самостоятельно, да, или очень часто, кстати, любимые мужчины оказывают определенные диагностические помощи, то есть в домашних условиях вдруг обнаружив, дальше уже ведут свою женщину за ручку к врачу. Вот как диагносту мне важно, чтобы я занималась диагностикой на инструментальном этапе. То есть когда еще мы пропальпировать ничего не можем, тогда мы будем говорить о ранней диагностике. Если пропальпировали, ну опять, чтобы не было паники у наших телезрительниц. Не все, что они у себя нашли, будет онкологией. Ладно, у нас очень много доброкачественных образований. Другое дело, что сейчас тоже меняем акценты. Мы говорим о том, что даже доброкачественные образования в молочной железе Договорились? Тогда понятно. Тогда скажите мне следующее. Сколько раз нужно проходить обследование? Ну, зависит от возраста, да? Вот в раннем возрасте, с маленьких девочек, допустим, начнем. Отличный вопрос, потому что у нас по законодательству в раннем возрасте молочные железы у детей смотрятся только физикально. То есть когда они проходят диспансеризацию, на молочные железы посмотрели, пощупали. Мы, когда делали скрининговое обследование, вот мы поняли, как. Все, пока не начала расти грудь, да, у детей же ее не должно быть вообще. Пока не начала расти грудь, достаточно действительно пальпаторного. То есть если вдруг раньше восьми лет мы что-то под соском пропальпировали, нам нужно обратиться к врачу, для того, чтобы дальше уже доктор сделал ультразвук и проверил, что это мы нашли. Если точно так же мы что-то под соском пропальпировали, у мальчиков или у мужчин, да, не должно быть молочной железы, не должны мы никаких мягкоэластичных образований пальпировать, да, тогда опять точно так же обращаемся. Что делать с девочками, у которых уже начала расти молочная железа? То есть это должен быть орган, он достаточно плотный, потому что много железной ткани, а у нас с вами по законодательству только пальпация, мы пропускаем патологию. Поэтому, конечно же, было бы идеально, чтобы в возрасте 12-14 лет, это средний возраст, когда вот девочка уже активно, и молочная железа активно формируется, растет, было тоже ультразвуковое обследование. То есть мы бы с вами кисты, фиброденомы, мы бы вот эту патологию выявили, мы ее теряем, мы ее пропускаем. И дальше, когда этот ребенок у нас с вами дорастет, там, до 18 или 20 лет, когда ее первый раз с какими-то жалобами отправят на УЗИ, вдруг мы их находим, они появились намного раньше. То есть гормональный статус в подростковом возрасте, считаете, он резко меняется. И это иногда дает повод манифестировать, то есть первому толчку вот этих вот неадекватного роста или изменений в молочной железе. Поэтому, отвечая на вопрос, то есть когда есть грудь, но не входит в скрининговое, это сама женщина должна понимать, что раз в год, и было бы идеально сделать УЗИ и посмотреть, что все хорошо. Дальше у нас с вами две группы женщин. Одна, которая с доброкачественными изменениями или какими-то заболеваниями по гинекологии и в молочной железе. Мы с ними дополняем наш ультразвук с 35 лет маммографическим исследованием. Вторая группа, которая абсолютно здоровая женщина, у них нигде ничего нет. Вот им можно включиться действительно в федеральную скрининговую программу по раку молочной железы и доделать маммограмму с 39 лет. То есть просто мы понимаем, что в зависимости от уже имеющихся заболеваний мы или чуть больше боимся женщину, или чуть меньше, в зависимости от этого, к ней пристаем. Как-то принято считать, что рак молочной железы больше подвержены женщине. Мужчины как-то вот особого внимания на это не акцентируют никогда. Но это ведь ошибочное мнение? Ну, принцип какой? Если у нашего мужчины поменялся гормональный фон, а это чаще встречается в климактерическом возрасте у мужчин, То есть это больше старший возраст? Старший возраст. И когда у него начинает преобладать уже жировая ткань, а жировая ткань у нас с вами, как у женщины, так у мужчин, она тоже имеет гормональную функцию, она вырабатывает эстрогены, женские гормоны. И у мужчин, мы вдруг видим, при вот этом дисбалансе появляется молочная железа, то есть появляется железистая ткань. Как только у него появилась железистая ткань, он точно так же в группе риска по раку молочной железы. Это примерно какой возраст? Ну, это все-таки пожилой, это 60-70 лет. Там проблема с ними в другом, что когда им ставят диагноз гинекомастия, то есть появление молочной железы у мужчин, дальше они вроде как, ну, зачем ходить проверяться? Не проверяются. И была статистика пару лет назад, которая показала, что, допустим, это не частая патология, да, но она встречается, что у этих мужчин с раком молочной железы уже, когда они обратились, были запущенные формы, потому что они не приходили регулярно и не проверяли эту железистую ткань. Поэтому тут принцип какой? Есть железистая ткань в группе риска, да? У нас же сейчас даже для женщин возраст не является защитой. То есть когда мы раньше говорили, что все-таки онкология – это в основном женщины 50-60-70 лет, у нас сейчас с вами 30% вновь выявленных раков – это молодой возраст до 35 лет. То есть… Увы, онкология молодеет. Она молодеет, да? Поэтому в этом отношении нам к любой жалобе приходится относиться очень серьезно. Ни беременность и лактация не защищает от такой грозной патологии, ни молодой возраст в 20 лет. То есть в этом отношении надо себя проверять. А в чем причина, вот, скажем, омоложения вот групп риска? Какие факторы влияют? Конечно, самый такой опасный фактор – это генетические мутации, да? Это когда у нас с вами есть определенные нарушения в ДНК, и это передается по наследству. Но тогда мы с вами знаем, что у мамы, у бабушки или у тети в молодом возрасте вдруг они заболели раком молочной железы. И вы уже знаете, что у вас есть риски, да? И вы должны к себе совершенно по-другому относиться, совершенно не имеете права не обращать на себя внимания. То есть генетика имеет значение, договорились? Это раз. Во-вторых, конечно, тот стрессовый компонент, в котором мы все находимся. То есть для нас очень важно, чтобы все-таки, увы, сейчас все эти ГИА, ЕГЭ, да, это тоже все нам не дает успокойствия. Приходят ко мне эти подростки, приходят молодые девушки, которые в бесконечном стрессе, потому что у них экзамены, потому что у них там какие-то олимпиады, еще что-то. Увы, это все гормональные стрессы для организма, поэтому это два. Есть абсолютно, как бы, ну, пальцев может быть много, но принцип какой? Мы сейчас, когда раньше наша мама боялась, что, боже мой, хоть бы быстрее окончила школу и потом бы уже рожала, то сейчас паспорт пациентки поменялся, да? И у нас они только порой в 40 лет решили запланировать беременность. Вот этот вот промежуток вообще считается по статистике 13 лет после первой минархии и до первой беременности. Вот это какой возраст? Это приблизительно 22-26 лет, да? Вот здесь у нас должна быть уже беременность, и грудь должна работать по назначению, то есть кормить. Увы, сейчас рожаем позже, из-за этого грудь, она не прошла определенную дифференцировку своих тканей, и она у нас с вами не начала работать по назначению, следовательно, как любой человек, у которого слишком много свободного времени, мается дурью, да, и может отвлекаться по пустякам. Ну да, сегодня женщины предпочитают рожать там после 30-ти, это вот такая европейская мода, скажем. Ну, это, с одной стороны, действительно нам очень хочется хоть чего-то добиться, потому что мы понимаем, что потом дети уже забирают много времени, да, но в то же время мы понимаем, что порой экология, продукты, там накапливается фактор риска, это называются эпигенетические факторы риска, которые приводят к мутациям, да. Ну, начнем хотя бы с того, что мы можем изменить, мы можем правильно питаться, мы можем нормальный режим дня, мы можем нормальный вес контролировать, потому что избыточно это тоже повышает факторы риска, и вообще заниматься спортом, это сейчас и модно, и популярно, и плюс вносят определенные свои только бонусы и плюсы к здоровью. Но при этом нужно заметить, что нужно правильно питаться, заниматься спортом без фанатизма. Ну, во всем должна быть мера, согласитесь. Потому что когда начинают без конца и края там сидеть на сельдерее, ну, это тоже, извините меня, не есть гуд. Ну, вообще у нас все диеты, чем они плохие, то, что на них хочется коль сесть, так и слезть, да. В этом отношении мы должны говорить о здоровом образе жизни, об изменении привычек питания, а не то, что сегодня я хорошо, там, пощусь, а завтра я сорвалась и наелась непонятно чего, да. Поэтому в этом отношении мы должны понимать, что даже, опять-таки, постоянные вредные продукты, уже организм хотя бы на них хоть как-то привык реагировать. Если вы себе месяц попостились и вот выходите из поста, допустим, надо понимать, что организм уже отвык, это будет безумный стресс, и к этому надо тоже подходить очень аккуратно. Согласитесь, вот по статистике, я просто буквально недавно перед нашим разговором посмотрел, да, по Сибири, учитывая то, что у нас в Сибири достаточно затяжная зима, да, такая, люди у нас съедят много очень мяса, да. Это как-то может влиять, это может быть фактором образования рака молочной железы? Перенасыщение вот мясом, особенно жизненным. Опять-таки, у каждого региона есть свои особенности пищевые. Мы с вами не будем подстраиваться, то есть, допустим, природная соя, когда ее там с детства едят в достаточном количестве, в большом, да, это является профилактикой рака молочной железы, но это специальный регион. Поэтому в этом отношении вот везде все хорошо, где вот есть традиции, да, их надо соблюдать. Они вырабатывались годами. В этом отношении перекраивать себя не нужно, потому что тебе помогает. Мы просто без мяса с вами и замерзнем, и настроения никакого не будет. А потом я все равно тоже люблю мясо, поэтому я не буду отговаривать телезрителей от этого продукта. Хорошо. Вернемся к вашим семинарам «Мамология от А до Я». Как строится ваша работа? Каким образом вы доносите информацию, необходимую вашим коллегам? И сколько приходит людей на ваши семинары? Ну, мы всегда приглашаем всех врачей для того, чтобы все-таки действительно такими своими редкими приездами иметь возможность поделиться опытом с большим количеством врачей, которые, я надеюсь, что воспользуются им и нашими советами, и тем образовательным процессом, который мы стараемся преподнести. Совершенно не менторский тон, да, то есть это в основном вся работа построена на той практике и тех уникальных пациентов, которые прошли через нас. Поэтому это... У меня тоже были учителя, да, у которых у меня была возможность спросить совет, и сейчас я рассказываю, как из тех или других ситуаций мы выходили. У нас меняется подход к молочной железе, да, то есть сейчас уже не тот век, когда давайте все, что нам не нравится, будем вырезать, да. У нас есть статистика, где зачем-то мы можем наблюдать. Что-то действительно, наоборот, настолько имеет высокие риски, что тут не нужно терять время, надо убрать. И это все и мировой опыт, и наш практический опыт, который будем разбирать завтра вот как раз на практике для того, чтобы как бы выработать, как правильно подходить к этой женщине и к этому органу. То есть шрамы не украшают женщину. Многие вещи сейчас мы перестали оперировать, да, когда сейчас, допустим, раньше кисты оперировали. Сейчас они тонкоигольно пунктируются, они больше не оперируются. Фиброденома оперировались секторами. Сейчас это инуклеации, и вообще многие вещи можно наблюдать, или существуют более консервативные методики. Есть вакуумная аспирационная биопсия, есть криоабляция, которая разрушает опухоль, и все останавливает процесс этого активного неконтролируемого деления клеток и тканей. Поэтому как раз есть более современные методики обследования, да, молочной железы, которые нам с вами даже в сложных ситуациях все-таки подскажут, как правильно вести, да. То есть меняется, меняется мир, меняются подходы, меняется медицина. Мы стараемся не отставать. Наверняка перед приездом в Республику Бурятия вы изучали такую легкую статистику, да, о нашем регионе. Как она? Ну, вы не считаетесь неперспективным регионом, да, но в то же время мы понимаем, что онкология сейчас затрагивает все слои. И даже те группы, которые были вне зоны риска, все равно у них количество повышается. Поэтому лишние знания никогда не будет ни для каких специалистов. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию, рассказать о вашем интереснейшем проекте «Момология от А до Я», потому что профилактика, она имеет место быть, она должна быть, как говорила Надежда Константиновна Крупская, да, медицина должна быть предупредительная. По-моему, от этого мы никуда и не должны отходить, этому должны следовать. Спасибо огромное за приглашение. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема». Берегите себя, свое здоровье. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok